Привет всем любителям пошаговых стратегий! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Харальда Варяга с Варяжской... Харальда Сурового Варяга с Варяжской Гвардией... Блин, кто там? Варяжской Стражей. С Варяжской Стражей. Сильмар Северс Визейшн 6. Последний уровень сложности. Но подробности, как всегда, отправляю вас к первой серии, потому что, если вы не знаете, что тут происходит, вы не смотрели первую серию. Ссылка на весь плейлист в описании и в прикрепленном комментарии. И там же спонсоры канала все серии видят сразу. Большое спасибо спонсорам за поддержку. Также напоминаю о моей просьбе делать шорты происходящего, чтобы я их мог выкладывать. Ну, то, что вам нравятся, естественно. Те моменты, которые вам понравились. Ничего не понравились, не делайте ничего. Все логично. Так, почему песчаная буря ко мне пошла? Прикол. Мидонт ляйкит. Так, ну селитру добываем. Так, тут караванчики бегут. Тут железо добываем. Универ в Нидеросе. Ну, я, по-моему, ждал 13 жителей, чтобы район поставить. Правильно? Так что промышленную зону бахаем. И нам осталось вот сюда, из Алисуна, центр коммерции. Но надо, чтобы он до 7 вырос. Не буду собирать. Поставлю пастбище. Так. Я надеюсь, что мы убьем. Блин. Так. Так, постреляем. Тут можно еще один раз стрелять, но я тогда убью его. А этим... Вот, значит, мы этим добиваем. Блин, ну это прикол. Обожаю эту хрень. Так, тогда еще этим можем попробовать. Добить. Так. Наверное, вот так сделаем. И... 18 культуры, 18 науки, 18 веры. Так, у нас есть еще вот этот рыцарь. И вот этот. Так, давайте попробуем убить. Мне кажется, не хватит сил, да? Ага, хватит, походу. Так, вот так. Меняем теперь местами. Убиваем. Зашибись. Ну, здесь рыцаря просто убивать надо. Без всяких... Бонусов от варяжской сраи. Не смогли, ты смотри. Можем уже в бомбард опать. Но мы, естественно, ждем... Открытие гуманизма, чтобы я мог... Карточку поставить. Видите, мы каравеллы опнем. Дешевле... Дешевле опнем. Трибушеты в бомбарды. Так что ждем открытия гуманизма. Ну, еще и открытие каравелл. Так, тут у нас извержение еще вулкана произошло. Неприятненько. Приобрести миссионера, приобрести гуру. Может, реально приобрести миссионера и... Вот, на новые города распространить. Армию я сейчас не хочу покупать. Будем апать то, что у нас есть. Наверное, да. Давайте в Сарцбурге купим миссионера. Так, тут... Ну, аквакультуру, но я не хочу из нас клетки выкупать. Пока слишком. Тут, кстати, обратите внимание, что здесь тавкирка в Осло нормально сработает. Как там ее способность? Она дает плюс производства за каждый прибрежный ресурс, если мне не изменяет память. Плюс одно производство для каждого прибрежного ресурса в этом городе. А тут, извините, их... Раз, два, три, четыре. Плюс четыре производства, тавкирка. Даст. Ну, не прям супер, но, согласитесь, приятно. Вот почему реально Людвиг вот с этой стороны не нападает на Англию? А лезет вот тут мимо меня по одной клетке через холмы. Не понимаю. Кстати, еще хотел сказать, что как-то компьютеры друг с другом не воюют. Но вот мы видим, что, во-первых, и Кирасиров только что Лондон обстрелял. И сейчас начали атаковать... Вообще, конечно, Кирасирами атаковать стрельцов и пикинеров так себе идея. О, Гуль присоединился. И сразу стал отваливаться. Прикол. Почему он когда-то присоединялся, если сразу отваливается? Ну, тут вырасти надо, конечно. Здесь, наверное, арбалет в него еще запихнем. И, кстати, религия тоже поможет меньше. Ну, религия... Счастье помогает меньше отваливаться, и религия одинаковая. Так. Тут, наверное, просто пока стоим, не лезем. В общем, можно попробовать опять в Золотой век выйти, мне кажется. Просто строим монумент. Подремонтируем. В Сарцбург бегал так. А какие у нас возможны? Из Хаммера в Плимут. Из Шеффилда в Плимут. Я сам почему из Хаммера так много, потому что прибрежный этот район. В Гамбург. Ну, вообще, наверное, в Гамбург повыгоднее будет. Из столицы. Не знаю. Вот не хочется мне тут города ставить, честно говоря. Возможно, кто-то напишет, что надо ставить. Но просто очень не хочется. Так, семь ходов арбалетчик. Хотя, наверное, стоит подходить. Чтобы можно было стрелять этими. Я думаю, что вот этого мы сможем... Так. Ну, не хочу берсерками подходить. Хотя, с другой стороны, я же их апать не буду. Я их апать не буду. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Не тем походил. Не хотел я осадной башни ходить. Ну, не должны, по идее, берсерку убивать все равно. Но осадную башню зря я двигал. Блин, а вообще тут надо реально кофе обрабатывать и цитрусовое, и соль в гуле. Ладно, у меня есть заряды. Давайте вот тут просто оно очень добавит еду. Вот если я тут ферму сделаю. У меня три заряда. В общем-то, кофе, соль и цитрусовые обработаем. Стоим. Ждем открытия гуманизма. Уже каравеллы можем апать, но... Так, кстати, это у берсерка на фронт. Давайте. Нам тут надо как-то дорогу еще провести. Вот тут нормальную. Так, опять же, клетки не выкупаем. Нам деньги на апгрейд, бомбард и каравелл нужны. Промышленная зона на плюс 3. Ну да, логично. Потому что акведук и стратегический ресурс. Но я бы начал со священного места здесь. Потому что это счастье и жилье для города. А для Адрамана это еще важнее. Потому что у него тут он сразу без пресной воды. Так, мне интересно, с Англией продолжают мои союзники воевать? Продолжают. Особенно нам важна Виктория. Потому что она нам плюс 5 дает. От военного союза. Так, первая дамба сейчас построится. Ай-яй-яй. Это так, кстати, больно не квадрирема, а военный район обстрелял. Надо будет уйти отсюда. Кахокию встретили, да. Ну и нам Валетту, конечно, надо союзить постепенно. Я вот думаю, пересаживать ли мне Амани из Занзибара. У нас 2. Ну вообще мы Валетту без всякой Амани можем засоюзить. Но у нас пока нету веры, чтобы прям там покупать. Что, наверное, все-таки не стоит. Ой, как он классно сюда зашел. Так, значит, сначала... Что-то слабенькое. Так, ну мы убьем, но походу... Мне кажется, надо отойти этим арбалетом, если... Да, даже не убили. Как видите, сейчас трое этих стрельцов и пикинеров по арбалету. И все, хана. Так, врываемся. А вот наши берсерки как раз против... Против стрельцов и пикинеров то, что надо. У них, кстати, плюс 3 разведданы, иначе у него книгопечатание открыто. Следующим ходом мы откроем. Ну, видите, у вас 81 против 66. Возможно, нам стоило, конечно... Так, давайте, а мы можем вот так сделать еще. Повышение доступно, но нам обстреливать надо. Готов. Готов. Вламываемся сюда дальше берсерками. И он тоже с осадной башней. Наверное, надо бы подводить... Три бушеты. Ой, Людвиг очень хорошо на себя отвлекает. Юниты. Есть. Дамба. Ну, кампусы тут вменяемого... Плюс 2 здесь пишет, конечно. Вообще, наверное, стоит поставить сюда. По-моему, это и... По-моему, это и... Это и добавит. И промышленной зоне. Сейчас проверим. Нет. Она и так есть. Плюс 4. По-моему, тут рудник. Жалко как-то заменять. Так, вообще, надо подумать. Вообще, кофе у нас есть. У нас соли нету, да? Нету соли и нету... Нет, пересинки, значит, соль первым делом обрабатывать пойдем. Да не, не отвалится, я думаю, в итоге гуль. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Все ж тут строить дамбу уже. Ну, и дамбус, если кампус уже строить. Ну, вообще, эта клетка не обрабатывается, грубо говоря. Ладно. Жалко, рудник, но кампусы нам нужны. Мы отстаем по науке существенно. 42 на 10 технологий. И, как я понимаю, из этого мода, в отличие от игр без этого мода, мы тут хрен... Ну, вот просто так догоним. Тавангири банк. Два хода до 10 жителей. Так, кстати, а где мы здесь промышленную зону сделаем? Где-то вот тут. Похоже. Или, возможно, здесь. А чу-пикчу построили, да? Знаете, наверное, строителя. Тут надо явно будет вырубать леса. Где-то. Так, а тут не растет. Тут город не растет. Курдвару бы... Дамбу так далее. Давайте дамбу. У нас, собственно, два места, где разливается река. Здесь и здесь. Тут мы уже обезопасили. Вот здесь нам осталось. Тем более, что у нас тут ромашка, в общем-то, на этом разливе. Находится. Не, ну, а к ведуке я, наверное, не буду. Время... Жить, а у нас есть куда вообще отправлять шпионов? Ну, в тир можем отправить. 19 жителей тир. Ничего себе. В тир, да. Построим шпиона. Вообще, большие империи. Я смотрю. Так, вот сейчас вот тут мы, походу, заработаем культуру и науку. Так, тут первым делом... Ставим... Кстати, уже и ремесленники нормально будут. Скидка в стоимости на улучшение юнитов. Да, и здесь первый пасул, отправленный маме в балету. Так, сначала апаем вот этих ребят в каравеллы. Четыреста. Теперь три бушеты в бомбарды. Отлично. Восемнадцать культуры и науки, и веры. Так, тут, значит, врываемся. Наверное, так. Блин, не очень удачно защищает раненый берсерк. Думаю, правда, что он может кем-то атаковать следующим ходом, но... Все равно. Еще и атака через... Темзу получается, да? Сейчас тут речка Грейт Уз. Блин, нам надо, чтобы отсюда немец свалил. Нам надо берсерков тут поставить, иначе у нас не влазят бомбарды. Да, блин, че он не... Че-то невозможно было апостола, наверное, брать. Так, гуль семь и два. Ставим арбалет все равно семь и два. Потому что не самый сильный юнит в игре уже. Ну, зона контроля для арбалета, мне кажется, нафиг надо. У нас берсерки зону контроля создают. Что, может проатаковать? Странно. А, подождите, он... Длин, стены возрождения построены. Все. У нас уже не работают осадные башни. Можно отводить. Он успел стены возрождения пос... Она. Теперь только бомбардами. Ну, я бы даже покупал бомбарды. Хотя мне сейчас не хватит, наверное. Да, мне надо... Две селитры. Наверное, надо купить какую-нибудь селитру. Лошади и железо никто не хочет покупать. Селитру продает немец. Так, хорошо. Ну, мне две селитры надо. Однократно 19 золота. Знаете, может, за дипломатические очки? О, за два дипломатических очка. Хватит это хахай делать, пожалуйста. Господи, блин. Видите, я против него еще не играл. За него играл. Оказывается, против него он... Он конченый. Мы сюда вот встанем. Блин, это лук. Кью-моё. Значит, сюда мы встанем бомбардой. Эту бомбарду куда-то сюда надо довести. Ну, без бомбардов мы Лондон не возьмем. Опа. Опа. У нас тут лагерь варваров неприятненький, блин. Так, давайте, наверное, пока рабочего спрячу. Ну, что сказать, что тут начнет... Ломать все. Ой. Минус арбалет. Ну, я хотел посмотреть, что тут за город. А вот этот разве город не отваливается в пользу немца? Ну, нам надо вот эти четыре забирать. И как бы на этом... Завоевательные походы викингов закончатся. Блин, нам надо кого-то при... При помощи мушкетера убить. Блин. Может, нам просто мушкетера купить, а не апать берсерков? Берсерков. Ну, реально, у нас берсерки в нападении круче, чем если они будут мушкетерами. Так, ну тут, наверное, меркантилизм. Или... Или... Просвещение. Просвещение. Ну, вообще, либерализм крут. Ладно, давайте в просвещение. Меркантилизм тоже крут, но у нас тропических лесов немного. Нету смысла. Вот мне логистика нравится. Чтобы быстрее двигались. Убили, скорее всего, арбалет. Да. Блин, ну вот тут нам немец мешается, реально. Да, разграбил. Или просто плавает здесь. Пошел гавань грабить. Ты посмотри. Не, ну тут мы его убьем. Этим пошли открывать новые земли. Мы не встретили только четырех, как я понимаю. Блин, тут Людвиг, конечно, огонь. Так. Ну, просто осадную башню отводим, потому что она нам тут нафиг не нужна. Даже против пресс-то она уже не равна. Ну, короче, все, осадная башня больше не работает. Этого... Ну, кстати, могу убить. Наверное, надо так и делать. Не убьют мне его, если только Климанджаро не извергнется. Окей, теперь это сюда, это сюда. Стоим тут. Держим это место для этой бомбарды, чтобы туда ворваться. То есть нам, на самом деле, здесь не Англия больше мешает, а Германия. Чтоб более-менее нормально атаковать. К сожалению. Нам надо просто мушкетера купить. 270 и 13 селитры. Ну, у нас ход 6. Вот, просто одну селитру купим в следующем ходу. И у нас Вера как раз накопится. Так, ну, надо засоюзить валетту пока. Сейчас у нас карточка на первый посол. Но Веру мы сейчас тратить не будем. Ой. Сколько нанять юниты здесь? 116. Напоминаю, что нам это все еще очки эпохи дает, найм юнитов. Блин, отваливается все еще гуль. То есть и я в золотом, и немец в золотом, да? Только поэтому... Сейчас вырастет гуль с этим ходом, посмотрим, может, меньше станет. Я, наверное, ферму прям поставлю. Хорошая клетка для драммена. Давайте, наверное, начну священное место тут строить. Тут дамбу можно. Угу. Ну, не знаю. Вот дамбу как-то не хочется пока. Давайте строители. Да, ну, уже нам... Блин, у амбара за Веру хочу купить. Отдайте гавань. Не хочется тратить производство на то, что вы можете просто купить потом. Правда, у нас есть куча, куда сейчас тратить Веру, конечно же. Что за чудеса? Рурка и запретный город. Интересно, кто Рурку построил. О, 10 ходов до конца эпохи. Так, тут мы... Так. Так. Интересно, а почему у меня бомбарда сюда влазит? Тут же холм. То есть, может объяснить, почему бомбарда на эту клетку может попасть? Сразу. Я понимаю, что тут дороги, но дороги не должны действовать на соперника. Убьем, надеюсь. Чуть-чуть. Да, непонятно, кстати. Вот это место оставляю для бомбард-немца. Я свои три разместил, они меня будут стрелять по городу нормально. Так, под пресс-то не хочется подставляться. Просто, наверное, стоим здесь арбалетами. Они сейчас не помогут захватить город вообще никак. Так, потом, когда мы уже в пушке выйдем... Я так изнашиваю, будет гавани грабить. Так, давайте отремонтируем маяк. Ну, 4,7, видите, поменьше. Ну, за счет того, что два жителя стало. Поменьше. Так, куда мы тут промышленную зону можем? Тут плюс 2. Здесь плюс 1. Здесь плюс 3. На самом деле, я бы, наверное, реально вместо коров поставил. Еще вот тут, кстати, плюс 2, может быть, из-за каменоломи. Но я бы каменолом не собрал. Потому что, ну, этот скот мне не очень нужен. Я не думаю, что ставунгеру надо еще больше расти. Так, что я бы собрал и поставил сюда промышленную зону. Так, надо мушкетера купить. Просто, как мне с его помощью кого-либо убить? Вот вопрос. Юнитов нету. Но купить надо все равно. Значит, нам не хватает одного явно селитры, да? Камурапи, кстати, мне какао готов продать. Нет. Уже не готов. Так, я больше против Людвига играть не буду. Потому что вот эта хрень. Он, конечно, был сумасшедшим, типа. Но не настолько его изображать в игре. Так, покупаем мушкетера. Все. И дальше можно использовать веру уже для покупки... Кстати, пошли в просвещение. Мы как раз просвещение следующим ходом откроем. Блин, как бы нам тут до семи вырасти. Так, нам... Нам Хамурапи войну объявил. Походу, не нам. Он, наверное, кому-то и знает. Я думаю, что он немцу объявил, судя по всему. Людвиг Виктория объявил. Твои опинили всегда предупреждены. И обычно обвинены. Так, подождите. Харльд суровый Хамурапи. Хамурапи Виктория объявил. А почему Людвиг объявил Виктории? Ну, видимо, Хамурапи объявил войну Виктории. Я, соответственно, Хамурапи. Это... Он не мне, если что. Блин, боюсь. Мы этого Берсерка потеряем, но... Но надо убивать. Так, знаете, что, наверное, тут встану. Вот так. Да, вы прикалываетесь. Ладно. Господи. Пять выстрелов требуется арбалетов, чтобы убить стрелка и пикинера. Охренеть. По-моему, многовато. Опять минус восемь пошел. Так, слушайте. Ну, я, походу, в темный век. Девять ходов я вряд ли тут... Так, вот тут, мне кажется, арбалет вообще без... Без дела. Эти многократно стреляющие арбалеты надо против пресса надержать. Блин, надо было сюда мушкетера везти. С другой стороны, а кого мне там убивать? Наверное, даже, наверное, мушкетера сюда надо будет везти. Надеюсь, тут появится еще какой-нибудь пикинер. Так, а вот тут, наверное, можно потратить денюжку. Апать я никого не буду. Первый посол, никуда я больше не отправляю. Или в Аютхаю отправить? Ну, сложно пересоюзить что Ереван, что Аютхаю, что Кахокеон. Так что я бы лучше держал послов на будущее. Что здесь... Наверное, учетные банки вернем. Олигархическое наследие точно остается. Блин, хочется либерализм поставить. Но это тоже, вот это плюс 13, плюс 12, это мощно. Так, а вот тут я поставлю... А вот ремесленников или логистику? Тоже хороший вопрос. Наверное, все-таки ремесленники. Причем, а логистику у меня еще не открыта. Какие я могу поставить, если она у нас не открыта? А вот и кассу построили. Так, у нас начинается на континенте практически Первая мировая. Хамурапи и Людвиг против Виктории. Я, Людвиг и Виктория против Елизаветы. А, вот тут у нас логистика в меркантилизме. Могу цитрусовые продать. Проверим, что железо и лошадей у нас никто купить не хочет. Не, ну это слишком дешево. Слонов купим. Так, ну что, убьют мне этого? Обстрелял из города, но не убил. Вряд ли мы этим ходом можем Лондон захватить. Так, обстреливает Лондон. Ну тяжко идет даже с бомбардами, видите? Ну там стены, там три стены. Там стены возрождения. Это тяжело. Слушайте, а я не могу развею сюда добежать, полечиться? Мне кажется... Мне кажется, возможно. Очень тяжко. Ах, не хватает. Ну все, этому берсерку точно хана. Я думаю, надо поменять местами. Так, поставим. Вот как бы мне этого рыцаря убить? Короче, надо постепенно подводить просто мушкетеров. Оф. Вообще, селитру надо разграбить точно. Чего это я? О, дратути. Может, я не сможет этих мушкетеров делать. У него останется. А где он железо берет еще? Она. Постоянно он называю. Оф. Что-то дешево они предлагают за ресурсы роскоши. Блин, а что и уменьшилось население? Что такое? А, караван прекратил бегать. Да е-мое. Плохо. Так, мы в Нидорос продолжаем. Нам еда нужна. Блин, нужен рабочий. Тут в лесу не фермы поделать. Смотрим, где мы что. Вот давайте в Ставангере водяную мельницу купим. В лесу не водяную мельницу. И давайте, кстати, о лесу передадим вот эту клеточку. О. Амбар, да. И в гуле амбар. Чтоб город мог расти. Так, чё, пока у нас веры больше не хватает. Блин, она, в общем-то, отправлять некуда. Восемь и семь. Ну, если совсем будет отвалиться, я просто пересажу туда Виктора того же. То есть, это не такие... Может, прям сейчас даже пересадим. Все равно ничего не смогут мне сделать. Потому что, я думаю, Виктор тут не нужен. Виктор тут не нужен. Швеция на другом континенте оказалась. Что там у нее? Посольство давайте сразу. Отличное предложение. Гурдвары 250... Тоже надо покупать. Ну, там здесь... Так, ну, тут минус. Ага, минус летучий отряд. А чё, этого не убили? Вау, вот это повезло. Летучий отряд, хрен с ним. А вот то, что остался берсерк второго уровня, это очень здорово. Экономику. Так, мы сможем вылечиться, видите? И валим отсюда, наверное. Так, ну, я думаю, я не буду лапать бомбарду, я буду Лондон бить. Мы должны следующим ходом его убрать, по идее. Покупаем. Проводим мобилизацию в Оплэнде. Я не понимаю, иногда я провожу мобилизацию два очка, эпохи дают. Иногда провожу мобилизацию одно. Вы поняли, как это работает? А, могу поменять местами. Давайте поменяем. Важно, нам надо мушкетёром убить. Ну, Бристоль стал отвар... А, ну, потому что я отсюда пересадил Виктора. А, ну, вот. не задолбали ждать им этого берсерка к этому лагерю отправим что реально утомительные каравеллы постоянные в осло добывают сельдь и из нее этот делают для катас называется сгнившая селедка бордо шведский ну я думаю на и норвежцы си немножко так центр коммерции кампус священное место кампус ну вот тут но это когда лондон мы возьмем до центр коммерции есть плюс 3 промышленная плюс 2 озерно промышленную верфь или верфь мы купим лучше 775 как-то долго она на 2 верфи но это как-то долго так промышленная зона на плюс 2 кстати ничего такая в тундре кампус на плюс 4 на плюс 3 ну тут скорее всего на плюс 3 давайте сначала промышленную зону потому что хаммор вполне может расти даже наверное здесь куплю рабочего за деньги и отправлю его сразу сюда камень удалять знаете чего мне тут не хватает чтобы они как-то между собой все таки они объявляют воины все но я я но очень давно не видел чтобы какой-то компьютеру другого захватывал города я видел как по лояльности она отваливалась и присоединялась то чтобы вот прям во время войны один компьютер захватил другого вот этого очень сильно не хватает по моему швеция прям сразу следующим ходом осуждает зашибись блин гельгомеш что-то с этим с людвигом улетают блин должно хватить на захват е кайф захват лондона это кайф конечно все и 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 гуль сразу перестал отваливаться кстати лондон минус но не он не поэтому это что виктора пересадил на самом деле виктор плюс 10 до дает ну знаете минус 4 в лондоне терпимо вполне мне кажется лиц будет достаточно захватить и все м ну ну мне кажется захват лондона классное место где можно серию закончить сколько у нас войны с англией идет викинги все-таки захватили лондон будет счастье что мы вильгельм завоеватель который харальд завоеватель битва при гастингсе а точнее битва при бристоле произошла 1066 кстати чуть попозже 1180 в данном случае и в общем-то нормандское завоевание англии превратилась в норвежское завоевание англии продолжение завтра спонсоры канала могут уже его поискать в плейлисте ссылка в описании в прикрепленном комментарии играйте в умные игры слава беларуси живи украина всем пока я алексей халецкий тот кто сделал это видео лайк комментарий подписка возможно супер спасибо и спонсорство спасибо за поддержку до следующих видео